Всем привет! Работа над моей веселой диорамкой подошла к своему концу. Основная задача которой была попробовать разные способы нанесения снега, используя различные жидкости. Перепробовал многие. Поделюсь моими впечатлениями и уже моим полученным опытом. Начну сначала. Модель самолета российской фирмы АК Моделс в 48 масштабе. Набор стоит сущие пустяки. Нет, ну правда, 762 рубля. И еще с 3D декалями от Квинты в комплекте. Лакомый кусочек. Я положу на полку еще и Ла-9. Пусть будет. Кокпит делал специально для ролика про 3D декали, поэтому здесь показываю только готовый. Ссылка на ролик со сборкой его приложу в комментариях, может кому будет интересно. Собирается модель, можно сказать, с закрытыми глазами. Деталей мало. Шпаклевку использовал всего один раз. И прям капельку. Вот эта дырка, которую убрать не составило труда. Но у модели есть один большой недостаток. Это его очень глубокая расшивка и отсутствие клепки. У меня сказочная диорама. Мне и на расшивку, и на клепку абсолютно плевать. Под прозрачную часть крыла нужно самому вырезать отверстие. Сделал я это зря, так как самый прозрачный литник у меня был с браком. В итоге это место я нежно укутал снегом. Ну, потом посмотрите. И даже фонарь идеально встает на свое место. Используя окрасочные маски, прячу все части фонаря, которые нужно оставить прозрачными. Переплет не сложный, поэтому работа эта заняла совсем немного времени. Теперь грунтую модель из аэрографа. Нанес черным цветом пришейдинг. Обожаю его. Ну, прям очень нравится. Такой специальной тянущейся пленкой маскирую двигатель. Наношу первый слой краски на модель. Цвет красный, полярный. А сейчас наношу и второй слой. Красавчик. Самолет, конечно. Маскирую панели с двух сторон. И выкрашиваю их в серый цвет. Убираю бумагу. Она уже мне не нужна. Перед нанесением декалей покрываю всю поверхность модели глянцем лаком. Используя специальную жидкость от Tamiya, привариваю декали на модель. Убираю панели. И снова прохожусь по поверхности глянцем. Выделяю расшивку темно-коричневой смывкой Tamiya. Расшивка глубокая, поэтому эта работа приносит одно удовольствие. Излишки удаляю растворителем от той же Tamiya. И снова лак, но уже матовый. Зоны выхлопов выделяю краской Гарь от Акана. У Ла-11 есть очень красивые два ободка на фюзеляже. Перед покраской которых я маскирую места для них. Используя хромовый маркер молотов, крашу их. После удаления масок я обнаружил подтеки краски. Ситуацию надо исправлять. Вот теперь другое дело. Блестит. Замечаю, что декаль на расшивке плохо приварилась. Подправляю ее карандашом от Акана. И осталось покрасить огни. Ставлю точку сначала алюминием. А потом и цветной прозрачной краской. Устанавливаю на место винт. И кок винта. Взял текелажную нить от фирмы АК Интерактив диаметром 0,3 мм. Нить прекрасно тянется, не провисает со временем и самое главное не махрится. Теперь подкрашу места склейки и самолет готов. Приступаю к фигуркам. Дворник из очень известного советского мультика. Ну вы знаете из какого, не скажу. Распечатан на 3D принтере. И фигурка Зайца побегается из того же мультфильма. Покрывая грунтом обоих персонажей. И металлу само собой. Процесс покраски показывать не стал. Ну потому что это просто. Цвета выбирал похожие на цвета из мультфильма. Шнурки на шапке делаю из шарфа. Так мне кажется будет очень мило. Наношу смывку на одежду дворника. Всучил ему метлу в руки. И извозюкал ее снегом. Подставку вырезал из утеплителя. Черчу силуэт самолета на нем. С помощью бормашинки делаю углубление под модель. Снег имитирую самым простым и дешевым способом. С содой. Наносится она на обычный клей ПВА. Но с добавлением белой краски. Чтобы со временем снег не пожелтел. Надеюсь что это так. Наношу клей. Через сито разбрасываю соду на подставку. И жду сутки чтобы клей высох. После установки самолета. Продел такую же процедуру и с ним. С содой и клеем. Через сутки аэрографом сдуваю лишнее с него. Использую жидкость от АК Интерактив для тех мест где дворник уже почистил снег. Эффект блестящий снежный налет. Растушевываю ее имитируя следы металлы. Еще одна жидкость для имитации мороза. Теперь от Green Stuff. Вообще чудо. Наношу также кистью. Съемка на таймлапсе. Обратите внимание на фюзеляж. Эффект чудесный. Через сутки модель выглядит так. Чтобы сделать следы на снеге, решил использовать бракованную фигурку бойца. Впрочем, мне нужны только ноги. Следы зайца делаю, угадайте кем? Зайцем. И приклеиваю его на место. Навсегда. Время походить и дворнику. И теперь дворник оставлю на заранее подготовленный штырь на крыле самолета. Тоже навсегда. Ну и собственно все. А изначально хотел только получить опыт со снегом. Получил. Постараюсь к новому году сделать еще одну диорамку. Но уже использовать не соду, а пигмент. Посмотрю, что получится. На этом я с вами ненадолго прощаюсь. Задавайте вопросы. Обязательно на них отвечу. До скорой встречи. Ваш я моделист. И я Виталий Новиков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»!